Добрый день, дорогие друзья! В эфире телеканала Хабар. Как всегда в это время вас приветствует программа «Важно знать». Программа, в которой мы поднимаем и обсуждаем наиболее интересующие наше общество темы. Цены на бензин для казахстанских автовладельцев – одна из самых злободневных тем. Порой они просто не успевают следить за ценами и тем, как эти цены меняются на ГСМ на автозаправочных станциях. И сдаются резонансным вопросом. Когда в нефтяной стране проблемы дефицита и роста цен на топливо уйдут? В прошлое. Ответы на эти и другие вопросы надеемся сегодня узнать от нашего героя. Гость нашей программы – заместитель директора Департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики нашей страны Саджан Каримов. Саджан Сегюдлович, здравствуйте. Спасибо большое, что вместе с нами. Я думаю, действительно, с вами обсудим крайне важную и интересующую всех тему. Обязательно. Вам, дорогие друзья, хотел бы напомнить, что к этой дискуссии точно так же можете присоединяться и вы, если, конечно, вы интересуетесь темой ГСМ. Телефон нашей студии 553-710, код города Астаны 7172. Либо же все то же самое можно сделать благодаря социальным сетям. Адрес нашей редакции вы сейчас видите перед собой на экране. Ну и прежде чем начнем наш диалог, давайте вместе посмотрим сюжет. Нынешняя осень казахстанским автовладельцам запомнится длинными очередями на ЗЭС, дефицитом бензина и ростом цен на него. За последние месяцы цена на самую ходовую марку бензина АИ-92 увеличилась почти на 20 тенге. До 190 тенге выросла цена за литр бензина этой же марки в Актюбинской области. Наиболее резко цены подскочили в Западной Казахстанской области. В сельских округах региона топливо можно было купить по 220 тенге за литр. На некоторых отечественных заправках ГСМ отпускали только по талонам. Вот такая актуальная проблема. Мы уже в рамках сюжета с нашим гостем затронули эту тему, что этот месяц не забудет из нас никто. В первую очередь не забудет Министерство энергетики. Но все-таки, Сержен Сагидович, когда мы говорим сегодня об этой проблеме, как страшный сон, не хочется даже вспоминать. Но тем не менее, можем ли мы с уверенностью сказать, что эта проблема действительно уже ушла в прошлое? Еще раз здравствуйте. Конечно. Ситуация стабилизировалась. Цены и объемы ГСМ в полной мере на автозаправочных станциях возобновлены. Таких перепадов в ближайшее время, я думаю, не предвидится. Случилось это все, исходя из того, что в августе и в сентябре месяце два завода, это Атрауский нефтеперерабатывающий и Павлодарский нефтехимический, вышли планово-предупредительные работы. Это было вызвано тем, что необходимо было завершить, как всем известно, модернизацию этих заводов. По выходу подчередно данных заводов произошла накладка и, кроме того, поднялась цена закупочная на импортные дизельные топлива, бензины АИ-92 и АИ-95 у соседей Российской Федерации. В связи с этим закупочная оптовая цена поднялась вверх, многие наши бизнесмены, многие компании не смогли вовремя сориентироваться. Соответственно, получилось то, что получили в октябре месяце. Садас Игорь Владимирович, на самом деле досталось в вашем ведомстве всем, начиная с самого верха. Мы помним о том, что и министр не очень приятный комментарий получил от главы государства и премьер-министра. Но тем не менее, говоря в целом о работе министерства, насколько я понимаю, здесь вопрос, во-первых, аналитики, во-вторых, опять-таки, некого контроля и анализа наперед, он должен происходить. То есть здесь, насколько действительно тесно идет взаимодействие с тем же самым частным сектором, кто присутствует на рынке, да? Насколько тесно идет взаимодействие с соседними государствами по примерным прогнозам и просчету рисков? Все это ведется. Министерством энергетики Республики Казахстан совместно с национальной компанией Казмонайгаз, дочерним предприятием Казмонайгаз, являющим оператором по поставке и переработке, вернее, переработке и поставке нефтепродуктов, ведется тесная работа как с частным сектором бизнесом, так и с государственным. Министерством энергетики Республики Казахстан, совместным министерством Российской Федерации существует соглашение от 2010 года, а также индикативный баланс по количеству и объему нефтепродуктов, которые ввиду того, что Казахстан еще не может полностью на 100% покрыть объемы нефтепродуктами, такие как бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, порядка 30% это по бензину, 10-15% по дизельному топливу, ну и в большей степени, конечно, по авиационному керосину. На данных условиях с Российской Федерацией заключается индикативный баланс, где на каждый год расписывается количество и объем продуктов, поступаемые с Российской Федерации в Республику Казахстан. Так, тем не менее, извините, все-таки, когда мы говорим о прошлом этом случае, сам по себе повышение цен, закупочных цен из Российской Федерации, это было непрогнозируемо? Это было непредвидено, это было непредвидено, в связи с тем, что все-таки рост валют, что с Российской стороны Федерации курса рубля к тенге и внутренний курс доллара к рублю и курса доллара к тенге, он тоже немножко поднялся, порядка 8%, никто не смог предположить, что произойдет внутреннее потребление, увеличится внутреннее потребление Российской Федерации. И, как назло, произошли некоторые поломки и аварии на заводах в Московской области, ближайших. Ряд факторов, которые привел к этому форс-мажору. Говоря сегодня про, опять-таки, ремонтные работы, как я понимаю, по-моему, практически впервые такие глобальные реконструкционные ремонтные работы были проведены на наших НПЗ, но все-таки мы понимаем, что практически, если я не ошибаюсь, практически ежегод какие-то профилактические работы проводятся. Это действительно так? Да. Ситуация следующая. Модернизация подходит к завершению. В 2017 году наши два завода, Анапозе и ПНХЗ, оканчивают полностью модернизацию. Второй этап, который будет продолжен на Шумкенском нефтеперерабатывающем ТОПКОП, продолжится до середины 2018 года, но завершится. На сегодняшний день ПКОП выпускает всю линейку продукций К4 и К5. Это экологическая норма, которая должна будет соответствовать с 2018 года. Но данные плановые предупредительные работы необходимы для того, чтобы предупредить чрезвычайные ситуации на заводах, потому что это все-таки производство опасного горючих смазочных материалов. В связи с этим проверка сосудов, установок, которые работают на предельных давлениях, ситуация может выйти из-под контроля. И данные плановые предупредительные работы необходимы для того, чтобы предупредить, чтобы в дальнейшем, не дай бог, что чрезвычайного не произошло. Но с начала 2018 года будет увеличен срок работы нефтеперерабатывающих заводов Республики Казахстан и срок выхода на плановые предупредительные работы увеличится от 3 до 4 лет. То есть они останавливаться будут теперь раз в 3-4 года на более короткий срок, 20 дней, не больше. Соответственно, это позволит увеличить переработку нефти порядка 300 тысяч тонн в год, что тоже скажется очень замечательно на выпуске наших продуктов. Саджат Сергеевич, а теперь, если говорить языком фактов, насколько вот все эти реконструкционные вещи, которые, дай бог, мы в рамках этого года завершим, насколько они нас делают по-настоящему независимыми от импорта? Ну, в целом, модернизация позволит, согласно статус отчета, с учетом увеличения глубины и объемов переработки нефти, производство высококтанных бензинов АИ-92, АИ-95 и других будет увеличено почти в 2,5 раза. По дизельному топливу будет увеличено на 30%. Это для емкости нашего рынка, для потребности этого достаточно? Это будет потребность нашего рынка и будет профицит. А, даже так? То есть мы сможем от импортера уже потихонечку становиться экспортером в этом плане? Совершенно верно. 100% после 2018 года, 100% покрытия нефтепродуктами Республики Казахстан потребитель нашей страны, наши три НПЗ покроют, закроют. И останется еще профицит тот, который нужно будет и необходимо будет реализовывать на экспорт. То есть ближние страны, это наши соседи Узбекистан. Если реализация и модернизация в Республике Узбекистан не пойдет по какому-то другому пути, и тот завод, который они хотят построить, будет остановлен. Технологии, которые мы при этой модернизации используем, то качество, которое мы, дай бог, опять-таки завтра будем получать, насколько оно конкурентное, исходя из сегодняшних реалий вообще по миру? Так называемый класс топлива К4 и К5, о котором мы говорим, это экологический стандарт, соответствует Евро-4 и Евро-5. В связи с тем, что с 1 января 2018 года мы находимся в едином экономическом пространстве, согласно Таможенному союзу, регламент, который подразумевает выпуск и использование данного топлива, с 1 января 2018 года, все топливы должны соответствовать классу К4 и К5. Соответственно, наши заводы уже готовы выпускать и выпускают, начиная с конца 2017 года на начало 2018 года, будут выпускать качество К4 и К5. Говоря простым языком для нас, для простых автолюбителей, это говорит о том, что качество бензина значительно улучшится, и нашим машинам станет жить легче. И в первую очередь людям. Да, Сержант Игоревич, я хотел бы, мы к этой теме сейчас обязательно подойдем, вернемся, Я хотел бы напомнить вам, дорогие друзья, что наша программа абсолютно интерактивна, к этой беседе можете присоединяться и вы, 553-710, это телефон нашей студии. У нас есть телефонный звонок, но прежде чем мы послушаем нашего телезрителя, я хотел бы вот такой вопрос из социальных сетей, который к нам пришел на наш электронный адрес. А планируется ли строительство 4-го НПЗ в Казахстане? Ну, вы спрашивали до этого прогнозы, балансы. Согласно данным прогнозам, начиная с 2018 года и до 2022 года, с учетом покрытия 100% обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами, наши заводы будут выпускать объемы нефтепродуктов К4 и К5, соответственно, это будет потреблением нашими автолюбителями, автомобилистами, местного рынка. Ну и останется у нас чуть-чуть профицита, о котором я говорил. Но с 2023 года уже нужно будет рассматривать вопрос о том, что будет нехватка данных мощностей на тех заводах, которые вырабатывали. Потребление будет расти после 2023 года. И уже будет нужно рассматривать вопрос либо строительства нового 4-го нефтеперерабатывающего завода, либо расширение уже имеющихся мощностей. Это рассматрено было еще ранее. Под эту программу попадает Шемкенский нефтеперерабатывающий завод. Ну, пока по какому сценарию пойдем, пока точного понимания нет. Пока еще будет. Хорошо, мы к этой теме обязательно будем возвращаться. У нас есть телефонный звонок 553-710, можете дозвониться и вы. Добрый день, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, прогнозируется ли вообще понижение цен на дистоплива и на бензин? И еще такой вопрос. Где можно вообще проверить на качество бензина? Спасибо большое. Очень резонный вопрос. Сержант Сергеевич, я, если вы не против, добавлю еще и свой вопрос к этому обсуждению. Мы говорим про новое качество, мы говорим про новые стандарты. Действительно, вот как это отразится на самой цене? Мы прекрасно понимаем закон рынка. Если качество выше, то, наверное, и цена за него должна быть соответствующая. Отвечая на ваш вопрос, вопрос, который поступил по телефону, хочу отметить, что цена, которая заложена в производстве нефтепродуктов после модернизации, она не будет выше определенной цены, которую мы видим на сегодня. Это будет в связи с тем, что, во-первых, тот продукт, который выпускается, он будет в полном объеме, опять повторюсь, покрывать все необходимые возможности нашей страны, наших автолюбителей и потребителей. Цена на сегодняшний день, почему такие высокие цены складываются из нескольких. Вообще, цена внутреннего рынка нефтепродуктов, она сложная. Сама по себе задача – это внутренний рынок производства на внутреннем рынке. То есть сами нефтепрорабатывающие заводы вырабатывают местный бензин. Есть импортированный бензин. Цена, на который вы видели на стеллах АЗС, стоит выше, чем на бензин, который произведен непосредственно в республике. Ну и есть тот микс, в который частные компании, либо же большие сети АЗС суммируют. То есть соединяют данные, производят микс, и происходит та цена. То есть цена российского бензина, цена казахстанского бензина, происходит среднеархметическая и, возможно, другие. Но вот если мы перейдем к полному импортозамещению, то все-таки это позволит нам более четко контролировать цены, может быть, даже в сторону понижения? Цены контролировать мы не можем, потому что в 2015 году было исключено из государственного регулирования цена на бензин на АИ-92. В 2016 году на дизельное топливо. На сегодняшний день рынок нефтепродуктов в АИ-92 бензина и дизельного топлива потребляет либо спрос, либо потребление. Соответственно, это регулируется рынком. Есть спрос, цена будет, соответственно, выше. Не будет спроса, но при наличии, вернее, отсутствии дефицита цена будет стабильна. Я вас благодарю за эту беседу. Мы давайте с вами пока предварительно договоримся о том, что в январе наша встреча повторится. И мы более точно обсудим все вещи, причем очень важные вещи, о том, как это будет влиять наконец-то на нашу экологию. Я имею в виду в лучшую сторону. Я вас благодарю за эту беседу. Вам, дорогие друзья, хотел бы еще раз напомнить, что сегодня героем нашей программы был Саджан Каримов, заместитель директора Департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики Республики Казахстан. На этом мы с вами прощаемся. Увидимся, как всегда, здесь же, в эфире телеканала Хабар. Пусть все у вас будет хорошо и будем, как всегда, на связи. Счастливо. Счастливо. Счастливо.